Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня будет у нас мега-битва маленьких против больших. Или наоборот, или вместе, не знаю. Посмотрим, короче, в чём прикол. Прикол в том, что это Бэйблэйд Микрос и Бэйблэйд Большой. А, смотрите, у меня была куча повторок, но я поменялся с друзьями, поэтому теперь у меня есть, смотрите, кто? Гигагейнон? А вот это его большой злобный брат. Большой злобный Гигагейнон. Прикольно, да? Похоже чем-то. Есть у меня здесь Ефриторчик. Есть у меня большой злобный брат Ефриторчика. У меня есть Миноборос. И у меня есть вот такой Миноборос. Миноборос. И есть у меня Галакси Зевс. И Галакси Зевс. А, просто Зейтрончик, да. Давайте сделаем так. Сначала мы посражаем Микросов. Например, давайте мы сделаем как? Сейчас я покажу. Давайте Ефритор против Гигагейнона, Зейтрон против Минобороса. Потом проведём такие же большие битвы. Да? Я думаю, это будет прикольно. Так, сейчас я тут разберусь спускалками вот этими маленькими. Мне же надо их красиво всё... Оп, ой, проскочило. А, они проскакивают, кстати. Так, надо же красиво мне их... Давайте поставим Гейнон. Ну, Гейнон мощнее, чем Ефритор, однозначно. И шнурочек. Всё, погнали. Три, два... Так, сейчас. Три, два, один, вперёд! Я ставлю на Гигагейнона, друзья. Чего? Чего? Он проиграл? Что? Так быстро Гигагейнон сдался? Вы серьёзно? Так. Хотя он был первый, да, по сути? Вперёд! Может, я просто плохо запустил в первый раз? Не знаю. А сейчас, смотрите, они по кругу не бегают. Они в центре сейчас замерли. Интересно. И смотрите, опять, опять Гигагейнон. Ага, у нас сейчас ничья. Что ж, мы поняли. Давайте тогда сейчас я поставлю Биг Арена для Бэйблэйд Бёрстов. И чтобы нам не запутаться, сразу прям сразим Гейнона против Ефритора. Узнаем. Узнаем. Но тут немножко неправильно, потому что Ефритор от Хасбро, а Гейнон от какой-то другой компании. Поэтому... Вперёд! Хотя оба Бэйя из первого сезона. Или Ефритора не было в первом сезоне. Ребят, кому предложите Ефритор, пишите в комментариях. Я взрывной финиш, друзья. Вот так просто. Вот так всё просто оказалось. Хорошо. Теперь давайте сразим Гэлакси из Зейтрана и Минобросика. А потом тогда... А, и здесь... А, ну хотя... А, ну подождите. Мы-то оставляем Ефритора. Вот этого. И вот так оставляем. Вот, два победителя. Теперь сражаем этих. Окей, я понял. Погнали. Так они легко соскакивают. Я не могу. Друзья, кстати, я нашёл маленькую арену для Бэйблэйда. Я почему-то не купил. Но купить или нет, пишите в комментариях, потому что арена... Опять ничья, что ли? Я просто... Мне не дали открыть её в магазине. Вот, потому что, ну, как бы я обычно не открываю, но маленькую мне захотелось посмотреть. Причём продавщица... Погнали. Причём продавщица такая. Я говорю, что это такое? Она такая говорит, это игра. Я такой, что за игра? А она такая, Бэйблэйд? Я такой, ну понятно, а что надо делать? Типа, что в комплекте? А она такая, ну вот это в комплекте? Короче, она не смогла меня никак поразить своими знаниями, и поэтому я решил уйти. Вот. Но если вам будет интересно, если я, конечно, куплю эту арену. Вот. Победил. Всё. Миноборос. Не будем долго тут играть. Давайте Миноборос отправляем в финал. Вот. И давайте сразим сейчас здесь больших ребят. Миноборос против Дейтрончика. Вперёд! Миноборос Миноборос бегает по арене. А Зейтрон занял центр. Ну понятно, атакующий вынослив. Всё, как всегда. О как! Неожиданно. Взрывной финиш. И что ж, давайте сразу у нас финал. Сразим сейчас Гигагеймана против Зейтрона. Поехали. Это было непонятно, друзья. Хотя Зейтрон почти разобрался. Вперёд! Вот видите, смотрите, слабо атакующие проигрывают, а сильно выносливым, а сильно атакующие могут и выиграть, потому что очень непонятно. Сегодня будет видео, какая-то вообще творится муть. Маленькие не особо выигрывают, и эти какие-то разборчивые, непонятные штуки. Ладно, давайте финальный бой. Кто остался у нас тут? Миноборос против Ефритора. тоже сыграем. Вот. Друзья, а вы пока подпишитесь на канал, если почему-то этого ещё не сделали, поставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик и пишите в комментариях, пока с вами новая маленькая арена. Посмотрим. Она маленькая, мне кажется, знаете, такая же маленькая, как у Hasbro для как раз-таки этих самых. Для Бэйблэйт Микрос. Ну, что-то нельзя, оно стоило просто дорого, я что-то не знаю. Я говорю, распаковать. Я как бы не распаковываю, как бы, эти Блейды, которые покупают на рынке, в этом вся фишка. Но тут просто она была маленькая, продавщичная. Я говорю, как бы, знаете, что в наборе? Мне говорят, арена Блейды, игроки, и что в этом наборе? Ну, тут Блейды, игроки, классный, берём. А тут я подхожу, что в наборе? Ну, там игра, и типа, и чё? Так, ну, смотри, что получается. Миноборос выиграл одно очко у Ефриторчика. Да, арена, кстати, о, нифига себе, Диадин. Да, арена, эта арена, кстати, идеальна для Бэйблэйт Микрос. Вообще просто идеальна. Не знаю, для чего эта арена задумывалась, но она идеальна. Вперёд. Горячий металл, потому что на ней плохо играют. А эти, смотрите, вылетают, и круто, круто, ничья. Ладно, не будем долго в это играть, давайте, я хочу сделать потом, посоветчик, прикольную штуку, сейчас покажу какую. Сделаю-ка я, а, это у меня зажат, да? Сейчас. Вот, 4, 4 волчка на этой микро-микро-пикро-арене. Так. Главное, всё настроить на победу. Главное, победу настроить. Итак, 3, 2, 1, вперёд, вперёд. Мне нравится запускать маленькие блейды, не требует особых усилий, не требует. Победил у нас Zaytron. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Там был лучший-ведущий, неугомонный блейдер. Пока-пока.